Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Продолжаем серию репортажей о ключевых сотрудников нашей организации, которые непосредственно влияют на качество и скорость воплощения идей автора Skyway Анатолия Эдуардовича Юницкого. Сегодня нашим собеседником является Альберт Владимирович Голубенко, главный конструктор транспортных комплексов. Добрый день, Альберт Владимирович. Не могли бы вы прояснить и для меня, наверное, и в основном для наших партнеров, для наших зрителей, что же все-таки и сколько этих транспортных комплексов будет построено в экотехнопарке в Мариной Горке? Мы постоянно слышим то три, то четыре линии, грузовая, городская, пассажирская, легкая, все вот это несколько сбивает, наверное, с толку людей. Могли бы вот расставить все точки над «и»? Что мы строим? Я расставлю, как они функционально разбиты, да, то есть так, как они функционально исполняются. Ну, прежде всего, надо сказать, что экотехнопарк предназначен прежде всего для демонстрации технологии Skyway. И не только транспортной составляющей, да, а составляющей, которая будет ее окружать. То есть это ландшафтные решения, да, там экологические, экологические решения, как транспорт наш будет взаимодействовать именно с внешней средой, с минимальными потерями именно для этой внешней среды. То есть это прежде всего демонстрация. Но как инженеры, скажем так, инженерный корпус нашей компании, к экотехнопарку, с другой стороны, еще относятся как полигон для испытаний. Потому что технология абсолютно новая, да, по этой технологии нет ненормативных документов, да, и это все нам предстоит сделать на базе экотехнопарка. Поэтому экотехнопарк у нас состоит из трех, скажем так, линий, будем называть, да, транспортных, вернее, состоит из трех транспортных комплексов. Первый транспортный комплекс, это у нас называется высокоскоростной, но он совмещен и с так называемой городской линией. Высокоскоростной транспорт у нас навесной, то есть он ездит на колесах, опорной, так называемой, и снизу под ним будет городской транспорт ездить в подвесном состоянии. То есть здесь как раз мы демонстрируем с одной стороны и высокоскоростную, и городскую трассу, и возможность их совмещения, да, как они будут работать в комплексе. Это нам интересно и в плане доводки комплексов, да, для испытаний, анализа, как себя ведет комплекс в эксплуатации. На этом участке мы должны будем проверить систему управления, как ведет себя транспорт, надежность узлов, сымитируем некоторые нештатные ситуации, чтобы понять, как отзывается система управления. Для городского транспорта, в принципе, то же самое. Второй комплекс, так называемый, он у нас легкий. Он представляет собой кольцо, ну, транспорт у нас может на этом комплексе двигаться по кольцевой схеме. Одна ветка этого кольца называется полужесткая. Это которая низкая, да, иногда, мы говорим, низкая часть? Суть не низкая, а суть достаточно ровная, скажем так, ее. Не вопрос, она может быть на разной высоте. Так, как у нас это сейчас. Именно, что я бы ее определил больше всего, что она более прямая, ровная, да. И вторая часть этого кольца, это провисающая система. Это пролеты 200, 400, 200 метров, да. Они больше похожи, ну, я не знаю, на провисающие нити, наверное, если так вот. И там опоры высотой порядка 14 метров. Да, где-то, да, такая высота. Но это мы демонстрируем, именно эта линия демонстрирует возможность перехода над сложными участками. Это как распадки какие-нибудь в горах или водные преграды. А также, наверное, универсальность подвижного состава Skyway. То есть на одной и той же, наверное, транспортной линии можно использовать разные типы транспорта. Вот я сейчас скажу еще про третью линию. Вот эта вот была вторая. И у нас есть третья. Это так называемая линия для грузового транспорта. Там будет демонстрация, как, ну, я назову это дискретного транспорта, да. То есть это в виде машины с кузовом транспорт такой будет подвесной и то же самое. И в то же время на этой линии будет демонстрироваться тоже транспорт Skyway по непрерывной технологии. Ну, типа транспортера, да. Но это опять... Типа конвейерные ленты. Да. Типа конвейерные ленты в таком духе. Вот. Так вот, в принципе, значит, все наши городские машины, даже, ну, все подвесные, в принципе, они могут двигаться по разным линиям, про которые я сейчас говорил. Понятно, что высокоскоростной — это отдельная линия, да. Она не может по своей скорости, по своим характеристикам не может применяться на других линиях. Но все перечисленные линии, весь транспорт... И даже грузовая. Перечисленная. И даже грузовая может двигаться по тем же птям, что и городские. Ну, подвесной транспорт. Также подвесной транспорт, он же, мы его сейчас называем городской, да. Но он же также может быть вот как грузовой, также может и перевозить контейнеры, да. То есть для нашей технологии какая будет полезная нагрузка, то ли это в виде пассажиров, да, или в виде контейнеров, там, или штучных, или сыпучих грузов. То есть наши приводные системы позволяют адаптировать быстро транспорт. Еще одна, скажем так, позитивная сторона, или еще одно преимущество, которое я вижу при такой организации транспортировки людей и грузов, это... что дает эта унификация? Это явно удешевление как производства, так и проектирования, так и эксплуатации. Конечно, ну, это вообще мировой тренд, да, унификацию узлов, конечно же, чем больше партия, тем дешевле получаются узлы. Это вы можете видеть и по легковым автомобилям, марки разные, но они базируются на каких-то типовых платформах, ну, в пределах... Так называемый бренд инжиниринг. Да, поэтому и у нас то же самое, разумеется, я же сказал, что мы же стремимся к качеству, цена, поэтому, конечно... Для оптимизации и уменьшения цены при сохранении качества, конечно, унификация, ну, один из элементов достижения этой цели. Спасибо большое. Очевидно, стоит добавить, что все эти три транспортных комплекса в экотехнопарке строятся сейчас одновременно. Введены, конечно, в строй они... Ну, со сдвигом, потому что одновременно, ну, сложно, такие трудоемкие, поставленные задачи, и мы должны их просто выполнить. Готовитесь ли вы как-то к осуществлению адресных проектов, о чем говорил в самом первом интервью этого года Анатолий Дардуич Юницкий, генеральный конструктор нашей организации? Все подразделения, которыми управляет главный конструктор, то есть... Вы, то есть? Да. И экотехнопарк, это, ну, частная задача, да, именно для, скажем, демонстрации заказчикам. Но основная функция у подразделений главного конструктора, это разработка типовых решений, как я сказал, разработка набора модулей, при помощи которых, решений, модульных решений, при помощи которых мы можем потом реализовывать различные по сложности адресные проекты, как по цене, так и по качеству, именно чтобы из модулей и соответствовать, адекватно соответствовать заказчику и его возможностям. Спасибо большое. Сегодняшнее интервью было очень информативным, очень конкретным, и я надеюсь, что многое из того, что мы сегодня услышали, по крайней мере для меня, было впервые, я надеюсь, что и для наших зрителей, точно так же поддерживайте наш проект, подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте. нашей организации. Иными словами, если вы будете с нами, то помимо кинофильма «Люди в черном», вам будет еще что посмотреть, причем всегда. Строй Skyway, спасай планету! Строй Skyway, спасай планету! Строй Skyway, спасай планету!